В эфире программа «Сельские хлопоты». С вами я, Татьяна Бочарова и мои друзья. Мы находимся на усадьбе семьи Косовых и, естественно, хлопочем на кухне. Людмила, скажите, пожалуйста, чем будете угощать? Мы очень любим вареники с клубникой. Она у нас в этом году замечательная, крупная, душистая. Даже дождики не мешают ее аромату. Ну, не знаю, я пробовала. Такая водянистая, вот другие. Вашу тоже сейчас продегустирую. А тут еще важны сорта. Ну, мы проверим попозже. А сейчас конкретно про вареники. Вот мы очень любим вареники. Для этого я утречком встала, собрала свеженькие клубнички, приготовила тесто заварное. Я всегда делаю заварное тут. Значит, берем муку, просеиваем обязательно, чтобы она была теплая и просеянная. Два раза просеиваем. Для чего? Для того, чтобы воздух попал в эту муку. Затем берем одно яйцо, вбиваем, делаем воронку, вбиваем яйцо, щепотку соли. Беру стакан кипятка, крутого кипятка. И ложкой лью и замешиваю. И получается заварное тесто. А соду? Нет, соду ни в коем случае. Соль, яйцо, вода крутая. И сколько уберет крутой воды, да? Ну, да, она сама берет. И вот если я считаю, что оно жидковатое тесто, я его еще вбиваю. Ну, как правило, она берет где-то на стакан воды, где-то 3-4 стакана муки. Но жидкое тесто, конечно, плохо, потому что, когда кидаешь в кипяток, оно сразу разваривается. А заварное тесто, оно всегда форму держит. Вот я его хорошо взбила, оно остыло, оно же горячее, кипяток-то горячий, остыло тесто. Потом делаю лепешечки, раскатываю их. Каждую отдельно, не пластом? Нет, я не делаю, как бы, я люблю, чтобы каждая... Индивидуальный подход? Да, потому что бывает клубничка крупная, бывает мелкая, поэтому, как правило, выбираешь уже в вареник ту или иную клубничку. Где-то можно разрезать, где-то можно целую положить. Ну, вот сделали мы лепешечку. Очень часто люди ложат сахар в фрукты. Я, допустим, никогда не ложу. Почему? Потому что, когда мы варим вареники, мы потом кушаем их, вернее, с медом, прикуску. Поэтому сахар я не ложу никогда. Вот лепешечка и варенички. Одна клубничка? Одна клубничка, да. Вот скоро уже подойдут вишенки с вишенками. Вот я делаю мережку. Да, я тоже так делаю. Я, честно говоря, меня мама не научила мережить. А когда вышла замуж, приехала к сёкрам в гости. Это называется мережить. Да, можно я попробую? Я вымыла руки. Да, да. И, значит, он меня научил. Я говорю, па, я не умею так делать. А он говорит, я тебя научу. И вот научил, и уже 35 лет. Я вот кончики тоненькими делаю, чтобы оно получше было. А оно может разлезться. Не надо, дорогие. И клубника, она... Что-то мне кажется, мало одной. Я положу. Ну, не жалейте её достаточно много. Вот, натягиваю всё-таки. И вот я, вот когда оно толстое, видите... Сначала защипываем. Когда оно толстое, оно лучше идёт сцепление такое. Связка, да, связка идёт. Вот я месяцем его сделаю немножко. Я всё равно приткну. Тут же главное, чтобы вкус был. Да, а потом делаем косичку такую красивую. Так, сейчас буду мережить. Вот. И вот. И получился очень красивый вареник. Потом слегка его в муку, чтобы он потом не пристал. Такие вот, такие вот. Да. Красота. У нас дети очень любят вареньки. Такой солидный. Да. Пожалуйста. Спасибо. Вдвоём и быстрее будет. А молодёжь приглашать не будем? Не справится молодёжь наша. Девчоночки, будете? Умеете? Не пробовали ни разу? Ну-ка, давай. А у меня внучок был, когда маленьким был. Вот три года. Он стулочку ставил. Лепи, лепи, лепи. И начинал лепить. Тоже. Лепил, лепил. Потом взял, смял, смял. Давай подвинься сюда, Люда. И говорит, всё, бабушка, больше я не хочу. А, мальчики. Мальчики. Да, ну это в три года. А сейчас улыбается, конечно. Я говорю, Сеня, ты же был маленький, лепил. Помогал мне вареники. А он смеётся. Говорит, пусть мама лепит. Ну, вообще, господи. Хотя, я же говорю, с ёкор у меня всегда лепил вареники сам. Вместе с бабой, ну, с женой, с моей свекровью. Так, Алина, тоже бери, что-нибудь. Помогай, Миланя. Помогай. Я очень часто зимой леплю тоже вареники из фруктов, замораживаю клубнику, вишню. Ну, она не очень хорошая потом заморожена. Нет, нормально. Это что у нас вот это вот? Это девочки. Надо сильно, потому что он может разлезться при варке, и вода окрасится, а сок выйдет. Ну, вот. Вот такие вот плотненькие, главное, чтобы слепилось вот здесь. Это твой, да, Милана? Молодец, ты даже тут завернулся, я смотрю. Вот ты как завернулся. Хорошо. Уже слюньки потекли, хочется уже вареников. Да. Ну что, девчонки, получается? Так, можете клубничку попробовать потом? Да. Да, Миланечка, бери клубничку, кушай, бери. Какой вареник. Ой, уже хороший, прямо-таки замечательный. Да, она лепит, знаешь, как она лепит красиво. Из пастелина. Вареники слепили, но есть пока не стали. Сначала решили поработать, собрать клубнику, а заодно и познакомиться с садом-огородом. Продолжаем сельские хлопоты. Ну, собственно, мы только фиксируем то, что здесь уже сделано. Грядки помидоров такие уже ровненькие, обтяпанные, и даже на них малыши зародились. Владимир Иванович, я подозреваю, вот на первый взгляд я не различаю, что разные все-таки сорта помидоров. Каждый ряд. Каждый ряд? Разный сорт, даже вот там один ряд, там три сорта. Это перец, здесь пять сортов горького перца. Вы огородник или экспериментатор? Огородник-экспериментатор. Хорошо. А как же без экспериментов? Без экспериментов никак. Вот внучки любят. Милана, любишь помидорчики? Да. Любит. Мы рвали здесь, помнишь? Сажали. Внук еще Арсений, тут у вас главный огородник. Мы им рассказывали. Они еще не цветут, да? Почему? Вот они, цветочки. Вот они. А вот скажите, вот эти дожди нам сегодня повезло немножко. Небо пока без дождя, хотя солнце не видно. Они повлияли как-то на период цветения? На помидоры нет. Помидоры это самая опыляемая культура. От сортов еще зависит. Это сорта астраханской селекции и нашей. Тут еще есть кое-какие у нас в Ростовской области селекционеры. Вот мы испытываем, какие лучше. Я хочу сказать, наши ростовские селекционеры подтянулись. Вот, по вкусу, вот прям-таки почти как астраханские. Да? Да. Ну, это мы осенью соберем, а сейчас мы с корзинкой. Я такая самая большая у меня корзинка. Не случайно идем? Конечно. Что-нибудь там найдем, да? И клубника, и земляника. Я у вас там вижу мак. Ну, это мак не опыльный. Точно? Это декоративный. Ну, хорошо. Это декоративный. Так что идем. Владимир Косов по натуре экспериментатор. Овощи, виноград, яблоки. Все у него разных сортов, из разных мест. Что я вижу? Такой рядок, палочки торчат. Но здесь уже зелень какая-то пошла. Расскажите, что это? Это черенки винограда. Это привитые черенки. Вот здесь вот я сам прививки делал. О, боже. Это вот почка, да? Почки уже? Да, да, да. А вот листочек даже. Да, это уже... А вон, видите, там побег уже. Тут разные сорта. Тут я для коллекции... Это называется как... Виноградная школка. Школка? Это официальное название? Да, школка, да. Типа школа. Да. А мне кажется, это детский сад. Ну, может быть, и детский сад. Где они взрослеют, и потом мы их пересадим. Просто у меня не все сорта коллекции. Ай, какая прелесть. Какой это сорт? Это сорт... Есть цемлянский черный обыкновенный, а это клон цемлянского черного... Цемлянский Сергеенко. Был такой ученый у нас в Тимирельской академии, но очень любил и занимался. Но я так понимаю, что у вас вот и редкие сорта бывают. Редкие, шелохвостные здесь, кукановские, вы не слышали. Такие венгерские синие здесь. Вы меня приучили к мушкетному, махроватчик какой-то еще, вот такие, да? Ну, это новое, нужно посадить, мало ли чего. Завтра вдруг нужно будет для селекции. А где? К вам придут? Да, поделюсь. Приходят? Приходят. Вот два дня назад были с Москвы, с института мини-курчата, они там залаживают коллекцию и брали. 13 сортов у меня взяли. Прям черенками или как? Они взяли листья и побеги, побегами, побегами. Они будут генетическую экспертизу проверять, устанавливать тот или не тот сорт. Мы были, кстати, у бабушки Надежды Григорьевны. У нее, кстати, подтвердилось, что 200 лет кустам винограда. 200-210, вот так вот. Представляете? Нет, не представляю. И вот он, клубничный рай. Какая же это работа? Наслаждение! Корзинка пока подождет. Ну, я должна немножко продегустировать эти вкусные ягоды. Я хочу отметить, что сладкое, несмотря на то, что дожди. Владимир Иванович, вот прям руки оторваться не могут. Сами тянутся и корзинку уже кладу. Ну, конечно, в рот не забываю, куда вареники влезут, я не знаю. Мне показалось, что здесь слаще, чем вначале. Ну, тут даже, вот смотрите, она даже не зазревшая, вот, а очень сладкая. А вот это что? Это что-то другое? Это, я вам сказал, земляника, а это клубника. Это земляника, потому что на земле лежит? Ну, тут и форма листьев, да, тут. А здесь, смотрите, соцветия... А-а-а, клубятся. Нет, соцветия выше листьев. И ягодки, видите, ягодки. Мелкие. Ну, они еще не созрели, но они выше, они выше листьев. Вот, они созреют. А я подумала, что они большие ягоды, и поэтому опустились. К сожалению, у нас народ думает, что земляника это что-то дикое, а клубника это... Нет, наоборот. Ну, хотя есть и культурные сорта клубники. Народ всегда правильно думает. Ну, какая разница. Лишь бы научиться выращивать. Есть тут несколько у меня иностранных сортов. Нажа надо сравнить? Надо. Они красивые, но они деревянные. Вот смотришь, попробуешь, вкуса никакого совершенно. И здесь, вы заметили, есть сорта крупные, что в ладошку не помещаются. А есть мелкие, для варенья, допустим, для компотов. Плюс дикие сорта для чего? Вот вы попробуете на вкус. Одну ягодку на кастрюлю пятилитровую бросили, ароматика бесподобная. Можно так... Это правда. Это правда. Я рекомендую каждому, каждому... Несколько кустов, да? Добрать. Это вот мы посадили осенью. Это вот в Самарской области вдруг прислал, а это я в лесу накопал. Ну, мак... Пупырышки тут такие сухие, и с горчинкой немного. Ну, так она же пикантная горчинка. Такая вот приятная. А это Самарская, гляньте, какая. Одна... Это тоже дикая. Я ему свою послал. Он мне свою. Это клубника или земляника? Это земляника. Мы сейчас покажем, чем она отличается. Видите? Она прямо на земле. Земляника лежит на земле. Вот. Вот. Я думала, которая в лесу. Нет. В лесу это само собой. Там есть и клубника, и земляника. Есть отличия. Я вам сейчас покажу. Давай. Чем она отличается. Вот. Вот здесь у нас еще один участок, научный, так сказать. Самый настоящий садовой клубники. Если мы смотрим, вот она земляника. Ягоды на самом низу. Здесь, видите, даже вот созрела, созрела. Она плотно держится. Она как маленькие полукустарнички. И вот, представляете, каждый день дожди идут. А ей нипочем. Все ягоды сверху, выше листьев. Вот это и есть самая настоящая клубника. Это у нас поздний сорт. Некоторые созрели ягоды. А так, посмотрите, вот, только-только завязываются ягодки. Вот они. Ну, некоторые уже поспели. Вот. Видите, вот тут разные. Поздняя тоже нужна. Ты больше меня-то собрала. Как это? Старалась? Потому что у тебя меньше корзина. Ну. А у тебя больше клубники. А во-вторых, ты много говорила на камеру. И пока ты тут говорила, я... Работала. Да. А вообще клубника понравилась? Да. Самое страшное в нашей зоне, это корневые гнили. Да. Которые поселяются. Бороться с ними очень легко. Любыми биологическими препаратами, которые продаются в любом магазине природы. Ну, гниль, это тот же грибок, да, вот этот? Да. Он поселяется на корнях. Вот. Корневые. Корневые. И корневую систему уничтожает. Лист, вроде бы, влага есть, а лист начинает увядать, и кустик потом пропадает. Ну, и на самой клубнике гниль бывает? То серое гниль, это совершенно другое. Это совершенно другое. Вот. А здесь нематода может быть. Клещ. Клещей. Клещ не такой. Человеческий. Да, что энцефалитный там, вот. А совершенно другое, он повреждает только клубнику, землянику. То есть вы вот это все здесь обрабатываете, ухаживаете? Да. Вот это нужно начинать с осени бороться, и все будет прекрасно. Видите, бушует все. Бушует, да. У малины тоже очень много вредителей и болезней, но радует то, что все листочки, видите, зелененькие, все ягодки. Здесь сорт, видите, некоторые только цветут. Вот они еще не расцветали. Я думаю, что самые первые ягодки недели через три поспеют. А вот если мы перейдем на эту сторону, здесь тоже есть цветут. Но здесь и листья другие. Но урожайность, смотрите, какая урожайность. Вот. Это просто радует, радует. Нужно иметь несколько сортов, чтобы конвейер иметь. Она вот начинает поспевать с середины июня у нас. И можно до самых-самых морозов. Для чего на этом участке вот у меня 23 сорта? Хватило бы 2, 3, 4, 5. Но нужно из этих 23 сортов проверить, которые подходят для нашей зоны. Вот этот год вообще идеальный. Неделю назад у нас какая жара была? 33. Некоторые сорта, там чуть-чуть листья подпеклись, а некоторые ничего. Вот дожди идут, а видите, на земле лежат, а ягодки целехенькие, им ничего. То есть устойчивые. И к жаре, и к лаге, и сладкие, и сладкие. Наши отечественные сорта. А кто занимается селекцией сегодня? А то обычно говорят, что российские селекционеры где-то в засаде сидят. Вот не в засаде. У нас Краснодарский институт садоводства и ягодоводства есть. Там занимаются. Но вообще очень сильно занимается Темирельская академия. Я с ними дружу. Они участвуют в наших некоторых передачах, дают консультации. Понимаете? Ну мы и есть тут несколько у меня иностранных сортов. Нажа надо сравнить? Надо. Они красивые, но они деревянные. Вот смотришь, попробуешь. Вкуса никакого совершенно. Вот здесь уже, видите, вот можем пройти. Это уже садовая культурная. Это клубника, да? Земляника. Ах ты, блин. То есть лежит на земле земляника. Все запомнили? Лежит земляника. Да. Стоит клубника. Ну есть там некоторые сорта зем-клубники, гибрид земляники и клубники. Но таких мало. Хотя у моих друзей есть. Это вот поздний сорт. Она только начинается. Да. Но крупная. Это чемура турусы. Это единственный, можно сказать, ябонский сорт у меня. Японцы. Ну да. Японцы дело знают. Ну и она сладкая, да. Но вот все эти вещи, селекционеры, это не ГМО? Нет. ГМО, я хочу сказать, геномодифицировали, они или фиолетового цвета, или какого-нибудь там желтого. А если вот она обыкновенная, розово-красная. Натуральная. Натуральная. Не надо. Это просто сорт, да? Да. Есть импортные, вот такие вот, как яблоки. Ну, пользы. Вот вы прочувствовали, что значит? Я патриот, Татьяна Павловна, российскую. Ну, да коротко, что же патриот? Конечно. Потому что вот эти глянцевые помидоры, перец, они лежат, как из магазина искусственных вещей. Да. Там возьмешь, ну, не то. Вот здесь много сортов разных тоже. Это весной прислали мне в Семирельской академии. И мы проверим и будем рассказывать нашим телезрителям про новые сорта и что действительно наши есть. Многие говорят, вот у нас российского ничего хорошего. У нас много российского. Просто у нас наука немножечко сейчас отстает и нужна и реклама, и помощь. Вот у вас корейская технология, они так выращивают на полях. А там вы еще не проковыряли пленочку. Я еще другие сорта буду сажать. Чуть позже. Да, да. Попозже. Ну, не только. Вы хотите все лето клубнику есть? И все, лето есть, и я же еще молодой. Вот. Мне интересно, я испытатель. Вот. Мне интересно проверить, как, что, чего. Молодость определяется желанием творить. Да. Это не возраст, это суть человека. Господи, ну, два дня назад только 60 лет. Господи, какие она... Ты 4 по 15, будем считать. Уморили вы меня своей клубникой. Я никогда не думала, что это возможно, что я наемся прямо на огороде. Не знаю, как вареники пойдут. И смотрите, какие они. Все разные. Вот там я нашла круглые. Круглые. Ну, это сорт Елизаветы. Это наш. Тоже наш? Питерский сорт. Конечно, наш. Какой это? Ну, вкуснее, ну, наверное, и нету. Нету, нету. Но дикая, интересная была. Ну, она для запаха, вы сказали, одну штучку. Она не с небольшой горчинкой. Ой. Ну, зато ароматика какая бешеная. Ну, я до конца не дойду уже. Уже все уже. Ну, господи, ну, мы только 13 сортов прошли. Еще 10 сортов. Ну, попробовать. Ну, Татьяна Павловна. Я смотрю, девочки, что-то грустное. Полные корзинки. Вот. Ну, что же делать? Ну, это же приятно. Ну, что же. Когда есть. И самое главное, что дожди идут. А гнилое, видели? Мало. Мало. Очень мало. Это сорта. Нужно. Вот она даже лежит на земле. Я ее с земли беру, вот, да? И она нормальная. Я ее не обрабатывал. Это специально. Я просил ученых, чтобы для нашей зоны и жару выносило, чтобы. И, как говорится, перепады аномальные с дождями. И вот смотрите, вот там вот спелые, а еще цветочки есть. То есть, она будет плодоносить еще. Да. Здесь из 23-4 сорта ремонтантные, которые мы будем кушать еще и в июле, в августе, и до самых морозов. И помидорами закусывать? И помидорами. Ну, и виноград к тому времени подойдет уже. И яблоки. И вот там вот ежевика. И малина. Немножечко там пройдем. Да. И дерево вы его не будете удалять? Мичуринское вот это вот грушу. Нет, ну что вы, что вы. Это, как говорится, это сердце этого огорода. А, это ваша эмблема? Талисман? Можно сказать, талисман, да. Да. Душа, душа вот этого участка вся. Я помню эту дичку, грушку, такую мягкую, внутри коричневую. Да. И семян, это бессемянка, что ли? А-а-а. Мичурин вывел. Иван Владимирович наш. Кстати, есть сорт сирени, Иван Владимирович Мичурин. Это очень хорошо. А почему вам все это интересно? Ну, не знаю. Надо потому, что я сын агронома. М-м-м. Варенье из лимона. Ну, вот есть некоторые сорта земляники, горчат. Людочка добавляет туда кусочки морковочки. А-а-а. Вот, сварила. Потом эту морковку можно удалить, а можно и оставить. И горечь морковка всю забирает. Не, она пикантная горечь. Ну, что вы. Это все наша российская земляничка. Да. Незаморская. Прям круглая. Ой, такой и рот радуется. М-м-м. М-м. Сладкая-присладкая. М-м. Сладкая-присладкая. Ароматная. Витаминная. А где твоя? Руки тянутся, тянутся, тянутся. Посмотри, посмотри, посмотри. Посмотри. Хозяйка убежала хлопотать дальше по хозяйству, а мы здесь похлопочим. Увачайте. Но сначала нашим молодым труженикам. Они же делали, да. Сладкая-присладкая. Все, хватит. Теперь надо обязательно сметанкой. Ну, что-то я думала, что в реньки не влезут. Ну, мне кажется, они влезут. Конечно, конечно. Берите сметану. Ну и сметана. Лошка должна стоять. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok